В Нижней Туре, во втором часу пополудни, то есть вот прям посредь бела дня, на улице Ленина, под стенами 40-го дома, что на западной окраине города, неподалеку от заколюченной границы с закрытым ядерным городом лесным, «Десятка» и «Шкода Октавия» организовали эффектный каскадерский трюк, называемый в автоспорте «уши», при исполнении которого здоровьем повредились три человека, в том числе шестилетний ребенок. Декорация такая, «Шкода Октавия», пилотируемая 20-летней барышней, неслась, и неслабо так себе, неслась, по Ленина, то бишь по главной. В это время с Серова, с автора Степенки выезжала «Десятка», за рулем которой сидел 39-летний водитель-родитель, а в бустере, в обремененном состоянии, его шестилетний ребенок. Конечно, по правилам 2D, «Десятина» должна была пропустить весь поток в ортогональном направлении, по главной. Но то ли выезжая из-за дома, «Десяточник» не увидел вдали слева летящую «Шкоду», то ли под давлением стадного инстинкта ломанулся на главную вслед за другими болидами. Короче, папка с ребенком на борту не пропустила «Октавию», она влетела в водительскую дверь «Десятки», отскочила на обочину, вырвала с корнем железобетонный столбик опоры ЛЭП, называемый пасынком, и перевернулась на 180 градусов вокруг продольной, увалившись возле дерева в положении «Лапки кверху». В результате этого несанкционированного рандеву пострадали здоровьем и виновник замеса «Десяточник», и его ребенок, и «Шкодная гонщица». Казалось бы, удар был сильный в водительскую дверь, да и кувырок получился довольно-таки эффектный, а между тем нижнетуринские медики осмотрели всех троих и отпустили всех по домам зализывать раны амбулаторно.